26 августа состоялось последнее заседание Думы Колпашевского района 5-го созыва. Завершился пятилетний срок работы депутатов в этом составе. 13 сентября состоятся выборы нового депутатского корпуса. На заключительном Думском собрании депутатами было рассмотрено 14 вопросов. Но вначале традиционно районной Думы были внесены корректировки в бюджет. Об изменениях сообщила начальник управления финансовой и экономической политики районной администрации Руслана Морозова. Доходы районной казны на 2020 год остаются в прежнем объеме и составляют 1 млрд 845 млн рублей. Доходная же часть бюджета увеличена в целом почти на 1,5 млн рублей. По правилам финансов предлагается в целом увеличить расходы на 432 400 рублей. Это расходы, связанные с реализацией мероприятия представления между бюджетным транспортом на поддержку мира по обеспечению сбалансирования местных бюджетов, ведомства целевой программы обеспечения сбалансирования доходов расходов поселения в 2020 год. В связи с необходимостью оплаты налога на имущество организации, в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, законодательство области в части налоговложения имущества. Кроме того, средства направлены на решение жилищно-коммунальных вопросов и благоустройство территорий в поселениях Калпашевского района. В связи с этим представленным изменением по дорогам расходов на службу с дефицитами 43 млн 241 400 рублей. Районные депутаты предоставили двум сельским поселениям Саровскому и Новоселовскому 100 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно на организацию водоснабжения населенных пунктов. Посмотреть проект решения Думы Калпашевского района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Калпашевского района на организацию водоснабжения населенных пунктов Калпашевского района. Проектом данного решения предполагается предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Саровского сельского поселения в размере 100 тысяч 333 рубля 96 копеек и бюджету Новоселовского сельского поселения в размере 120 тысяч рублей. За счет указанных средств предполагается выполнение ремонта водопровода в Саровском сельском поселении деревни Новолинка протяженностью 60 метров. За средства МВТ 120 тысяч, предоставление которых предполагается бюджету Новоселовского сельского поселения, предполагается обустройство трех водоразборных скважин в населенных фунтах Новоселова Юнина Родионка. В ходе конкурсных процедур по поиску подрядчика на обустройство городской детской спортивной площадки по улице Кирова 43 сложилась экономия – около 770 тысяч рублей. Деньги вернулись в казну. Депутаты перевели муниципальный акт в соответствии с законодательством. Проектом данного решения предполагается уменьшение средств МВТ на сумму 777 тысяч 465 тысяч рублей. Выполнено это тем, что при проведении закупок образовалась экономия, которая таким образом возвращается в бюджет района. В рамках реализации муниципальной программы развития коммунальной инфраструктуры Калпашевского района Новоселовскому сельскому поселению из местной казны направлено 150 тысяч рублей на организацию уличного освещения в деревне Маракса. Следующим вашему вниманию предлагается рассмотреть проект решения Думы Калпашевского района о предоставлении нового межбюджетного транспорта в бюджетном муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение на организацию уличного освещения населенных пунктов Новоселовского сельского поселения. Проектом данного решения предполагается предоставление иных межбюджетных транспортов бюджета Новоселовского поселения в размере 150 тысяч рублей. На данный средств планируется обустроить линию освещения 7 АКОРС с светодиодными светильниками на участке от здания школы, то есть это цель деревни Маракса Новоселовского сельского поселения. В поселке Куржино Новоселовского сельского поселения требуется ремонт помещения на улице Лесная. На эти цели депутаты направили 324,5 тысячи рублей. 100 тысяч рублей депутаты предоставили новогоринскому сельскому поселению на благоустройство населенных пунктов. А именно, необходимо заменить ограждение кладбища в деревне Новогорное, а также купировать аварийные деревья в деревне Усьчая. В Саровском сельском поселении назрел вопрос проведения ремонта оборудования муниципальной котельной в деревне Саровка. Проектом данное решение предполагается предоставление МПТ бюджета Саровского поселения в размере 340,125 рублей. Будут выполнены демонтажные работы, будет выполнена заново муровка котла и для давления монтажа секции котла. Котельная в Саровке отапливает здания администрации, детского сада и сельского дома культуры. Чижимтовскому сельскому поселению предоставлен межбюджетный трансфер в размере 104 тысяч рублей на проведение кадастровых работ в новом микрорайоне комплексной жилой застройки «Юбилейный». По словам первого заместителя главы Калпашевского района Антона Агеева, в новом микрорайоне на кадастровый учет следует поставить 13 земельных участков. Реализация проекта находится на личном контроле у главы района Андрея Медных, который регулярно проводит рабочие встречи с подрядчиками и руководством Чижимтовского сельского поселения. В свою очередь депутаты Думы Калпашевского района поддержали инициативу главы муниципалитета, понимая востребованность и спрос на земельные участки в селе Чижимто. Чижимто – один из населенных пунктов района, который характеризуется высокими темпами индивидуального жилищного строительства. Но земельные ресурсы для ведения точечной застройки в Чижимто к 2010 годам оказались исчерпаны. Закономерно возникла идея возведения на окраине села нового современного микрорайона. Ее инициатором 10 лет назад выступил Андрей Медных. В то время возглавлявший Чижимтовское сельское поселение. Тогда был получен проект планировки. Решением районных депутатов было выделено финансирование на изготовление проектно-сметной документации по созданию инженерной инфраструктуры, а также на реализацию первого этапа проекта. В ближайшее время кадастровые работы будут также проведены и в Новоселовском сельском поселении. Там проходит процедура оформления земельного участка площадью 338 гектаров под сенокошение в собственность сельского муниципального образования. Районные депутаты внесли изменения в Думское решение от 2013 года о порядке использования районных средств на реализацию мероприятий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях. Разработан новый механизм поддержки крестьянских фермерских хозяйств. Им на основании заявления будет предоставляться субсидия на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией производства. Максимальный размер субсидий, предоставляемый одному получателю в одном календарном году, не может превышать 100% затрат, но не более 250 тысяч рублей. При этом затраты на доставку, монтаж, пусконаладочные работы основных средств подлежат возмещению за счет субсидий в объеме не более 10% от стоимости основных средств. В совершении Думского собрания руководство районной администрации поблагодарило депутатов за пятилетнюю плодотворную совместную работу. Я хочу вас всех поблагодарить за подоконную совместную работу. Было очень приятно с вами работать. И хочу пожелать вам всех успехов. Соединиться к словам благодарности, которые говорили предыдущие разные. Я хочу вас поблагодарить за справедливые вопросы, которые вы задавали. Иногда и критик, а самое главное – поблагодарить за поддержку тех решений, тех проектов, решений, по которым мы перед вами выступали. Спасибо вам огромное, уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты, вот и прошло пять лет. Казалось, как это было давно и как это было недавно. Но, тем не менее, пять лет мы все вместе с вами отработали на пламе нашего района. Сегодня, когда анализируешь, что было сделано за эти пять лет, просто есть определенное чувство удовлетворения, что мы с вами отработали не зря. Все те решения, которые здесь принимались, принимались вами, они сегодня работают на благо нашего населения. И я могу с уверенностью сказать, что это сегодня отмечают все жители Калпашевского района, не только города Калпашево, так как все-таки основные затраты по Калпашево, но и все поселения, жители всех поселений. Усправили ситуацию как в коммунальной сфере, как в сфере благоустройства, в ремонте объектов социальной сферы. В общем-то, жители, еще раз повторюсь, с удовольствием отмечают, что действительно ситуация стала меняться к лучшему. И вот то, что у нас первый докладчик Руслана Владимировна отметила, что за эти годы совместно нашей деятельностью нам удалось добиться роста собственных доходов. Пусть деньги пока еще небольшие, но это те деньги, которые нам позволяют решать вопросы местного значения более эффективно. Поэтому огромное вам спасибо за вашу работу. Вам здоровья, удачи по жизни, всех благ. Спасибо вам. Председатель районной думы Павел Анисимов выразил благодарность коллегам за честную работу. Вчера мы только с вами начинали, уже прошло 5 лет. Было много всяких нюансов, не все было гладко, но я считаю, мы работали честно. Наши избиратели, кто нас собирал, они нашу работу оценят, но мы работали честно. Спасибо вам большое. Дай Бог всем здоровья и успехов. Напомним, 13 сентября пройдут выборы депутатов Думы Калпашевского района 5-го созыва.